Максим, добрый день. Расскажите вкратце вашу историю, что случилось, почему против вас были выдвинуты такие жуткие обвинения, ну и кто за всем этим стоит, наверное. Добрый день, спасибо, что позвали. Ну, значит, все началось с 28 сентября 2021 года, соответственно. Я занимался своими обычными вседневными делами, вот, собирался выйти из дома, в принципе, вышел и пошел с покупками, и в момент, когда я шел на пересечении там наших улиц, вот, в центральных, в центре города, Волынска, соответственно, да, меня остановили сотрудники военкомата, вот, с полицейскими, и начали в какой-то странной форме, полугруппой, полу какой-то властной, заставлять меня подписывать повестку. А я напомню, что президент России подписал, так сказать, начал призыв с 1 октября, да, а уже 28 сентября ко мне стали какие-то странные люди, да, то есть приходить. Ну, не об этом, значит, разговор, в принципе, как мне казалось на тот момент. В нормальной, как бы, форме я им объяснил, что не могу сейчас подписать повестку, потому что это, наверное, будет неправильно, потому что призыв еще не идет, и как-то мы на этом, в общем-то, и порешали. Через час я прихожу домой, мне звонок из полиции, и мне, скажем так, предъявили обвинение, что я якобы изнасиловал 15-летнюю девочку, она забеременела, и на фоне всего этого, испугавшись сказать маме, наглоталась таблетка. Вот какой-то, в такой форме мне все это рассказали. Вот. Начал разбираться во всем этом. Оказалось, что этот донос, это заявление написала чиновник по фамилии Шараевская Елена Валерьевна. Это заместитель главы Хвалынского района. Вот. И, как бы, картинка стала потихонечку проявляться. Дело в том, что в августе этого года я ходил к Шараевской научной перерывовке, и в такой достаточно не грубой форме, а даже, наверное, какой-то доброжелательной, я ей указал на те проблемы города, которые у нас есть, которые можно было бы решить, и решить с помощью меня и других волонтеров, которые есть в городе. То есть, если так вот грубо сказать, я пришел и предложил свою помощь городу Хвалынску. Я сказал, что я готов вместе с молодыми ребятами что-то делать, чтобы помочь городу, в котором мы, соответственно, живем. А что за проблемы конкретно, может быть? Да, конечно, проблемы. Я пришел, во-первых, что меня больше всего бросалось на тот момент в глаза, это поразительно грязные улицы. То есть, Хвалынск претендует на статус города-курорта, но у нас коммунальные службы, учитывая, что все исправно платим, и я, и все, и все, у нас с мусором большие беды. То есть, выйти, например, из дома, а я как бы живу, я живу в центре буквально, выйти из дома и увидеть, знаете, мусорный пакет перевернутый. То есть, не обслуживается полностью. В таком же состоянии, условно говоря, был, когда я к ней приходил, центральный парк города, парк Победы. Точно так же, вывернутые мусорки, кругом вот это все, пивные бутылки и прочее. Потом я к ней с этим же вопросом, помимо этого вопроса, я обратился, что как бы у нас молодежь почувствовала всегда своленность, да, а полиция с этим ничего не делает. То есть, условно говоря, ты в 7 часов вечера выходишь, летом, да, выходишь в парк, у нас там 15-16-летняя молодежь пьет пиво, курит сигареты, ругается матом. Потом полиция на это никак не реагирует и не собирается, не собиралась реагировать. Ну и последняя, третья тема, которую я затронул, это вопрос наркотиков хвалынские. Потому что, ну, все мы сидим в интернете, мы примерно понимаем, о чем идет речь. И у меня в моем родном городе появились так называемые, вот эти, знаете, рекламы телеграм-каналов, да, то есть там, условно, ссылка и какие-то, соответственно, наименования того, что по этой ссылке, наверное, можно приобрести. Этот вопрос я тоже затрагивал, писал заявление в полицию. И я вам скажу, что вот с того момента, с августа уже сколько времени прошло, а рекламы, да, на стенах до сих пор висят, то есть это мало кого интересует. Еще от себя хочу заметить, что как бы, ну, опять же, я общаюсь с людьми из Хвалынска, также с молодежью. Ну, есть Хвалынские люди, которые погибли в результате, да, как-то они были связаны с наркотиками. Есть Хвалынские люди, которые либо проходили лечение, да, соответственно, от наркозависимости, либо до сих пор проходят. Но по официальной статистике в Хвалынске у нас ноль человек на учете и ноль человек погибло, соответственно, от этой напастия. Ну, то есть вы обыкновенный городской активист. Ну, получается так, получается так. Я как-то, я никаких материальных или каких-то там, я не знаю, пиар-целей никогда не придерживался. Я более скажу, что у меня вообще в принципе, ну, я, понимаете, я не коренной, то есть я не прямо из Хвалынска, я здесь не родился. Я родился в Москве, у меня там до сих пор там квартира, я всегда имею возможность приехать туда и жить. Но дело в том, что у меня отсюда мой отец, моя бабушка, мой дедушка, которые в принципе занимались моим воспитанием, и я этим людям очень сильно обязан, всему тому, что во мне в принципе есть. И когда к моему, когда к этому городу, в котором вырос мой отец, да, жили мои родственники, так относитесь, я чувствую себя очень спокойно, и я не могу просто взять и уехать. Хотя, я говорю, у меня есть все возможности просто уехать, и все, оставить этот дом, с ним ничего не случится. Поехать, строить себе какую-нибудь карьеру там в Москву, в Питер, куда угодно, это вообще для меня сейчас не проблема, но как-то вот не могу я себе это позволить. Вот давайте теперь вот к этой девушке, да, которую к вам попытались привязать. Вы с ней были знакомы, что у вас за отношения были? Значит, смотрите, я в Хвалыцке сразу понял, что я как бы здесь, тем более коронавирус, я буду чем-то заниматься. И сразу появилась идея каких-то волонтерских проектов, не знаю, может быть, выбирать там как-то мусор самостоятельно. Ну, в общем, что-то такое придумать, как-то аккумулировать молодежь. Опять же, все это у меня наложилось в голове, что вот молодежь сидит, нет пива в парке, может быть, кто-то из них не очень-то и хочет этим всем заниматься, а может, вот я смогу предложить такую здоровую альтернативу, да, скажем так. Вот, и я через свой инстаграм-профиль стал собирать просто ребят, которым, ну, как бы не все равно. И у нас появился проект в Хвалынске, так называемый «Томсуэрфест». Это проект, в рамках которого восстанавливают какие-то исторические дома, вот. И, соответственно, вот у нас тоже появился такой дом, который имеет большую историческую ценность для города Хвалынска. Вот, и я предложил, соответственно, молодежи, вот в инстаграме, просто, знаете, записал этот сторис, там, на 15 секунд сказал, ребята, вот так и так, приходите кто-то. И Саша была в числе тех волонтеров, там еще были люди, также молодежь, там, 15-летние, 16-17-ти, приходили добровольно, красили этот домик, общались, то есть проводили время с пользой. Вот сейчас этот дом до сих пор стоит, все радуются, и все хорошо. Ну, в общем, Саша была моей волонтерой, если вот коротко ответить на вопросы. Она была в курсе вообще вот в этой истории, то, что вам такое тяжкое обвинение, откуда она узнала об этом? Значит, откуда она узнала? Мне поступил вот это вот, мне поступил звонок, я пока что никому не звонил, никому ничего не говорил, вот 28-го числа. И к вечеру мне звонит Саша, по-моему, или как-то так, по-моему, было, или она мне пишет, что-то такое, и говорит, Максим, странное дело, мне сегодня весь день, там, условно говоря, мама, вот она ходила в центр за покупками, да, и ей какие-то люди подходят, незнакомые, говорят, а что правда, что Саша беременна? И, в общем, вот какие-то, то есть поползли слухи, и от совершенно, ну, практически незнакомых людей, да, им стали звонить какие-то там дальние родственники, знакомые, спрашивают, а что правда ли? А вот этот вот парень, а вот что, как тебе, что он там будет, ее жены брать, будут ли рожать или аборт, ну, вот такие вот вещи. И потом уже, как бы, ей позвонили, тоже очень странно, ей позвонили из полиции, и, как бы, мы вот проводим проверку по факту того, что вас изнасиловали. Вот какая-то вот такая вот формулировка была. То есть ни мама, ни девочка не были в курсе вообще, их, как бы, постфакум уже просто. Ну, то есть мы проводили проверку по факту того, что, возможно, вас изнасиловали. Вот в таком ключе это было. А вас в итоге в полицию-то вызывали, выходили, давали какие-то показания? Да, я, ну, как бы, сразу ясно знаю, что я ничего не делал, я телефон перед собой, жду любого звонка. Тогда же, да, позвонили из полиции, сказали так и так. Я такой, что от меня сейчас требуется? Мне сказали, придите, пожалуйста. Я прихожу, очень важный момент, тоже хочу вот это проговорить. Я прихожу, даю свои объяснения, в каких отношениях состоялся с Сашей. Ну, это все, значит, базовая процедура, да. И мне дали возможность прочитать объяснения, которые взяли у Шраевской, да. То есть она написала один документ, который направила как председатель вот этой комиссии по делам совершеннолетних. Соответственно, и второй документ, второй документ, это уже ее объяснение, то есть в полиции. И самое интересное, что это вообще две разные бумажки. То есть на одном документе она говорит, что вот, Саша глотала таблетки. По всей видимости, там, это была половая связь с вот Максимом Макаровым. Это вот официальный документ. В ее объяснениях. Я вот думаю, что Макаров ее изнасиловал, она забеременела, испугалась говорить маме, ну и решила как бы наглотаться таблеток. То есть показания вот за несколько дней вот так вот просто поменялись. Ну, у Шраевской конкретно. Ну, и как дальше развивались события? Как дальше развивались события? Я понял, что в этой ситуации я, наверное, не смогу один справиться. И когда уже все об этом знают, и уже просто не было отбоя от людей, которые задают очень неудобные вопросы. И когда уже началась травля по отношению к Саше, той же, да, я понял, что нужно выводить эту ситуацию на другой уровень. Я стал кричать всем возможным журналистам, которые попадались. Я писал туда, сюда, везде, короче, где это можно было. И мы, вроде бы, выбили эту ситуацию на уровень области. И вот в чем парадокс. Там начались, вроде бы, какие-то разбирательства. Они из полиции передали это дело в Следственный комитет. Приехала Татьяна Николаевна Загородняя по делам несовершеннолетних, да, она разбиралась вот в этой ситуации здесь, в Хвалынске. Дала оценку, вроде бы, Шраевской, что тут есть какой-то, вроде бы, да, злой умысел. Ну, значит, вот это вот все происходило, происходило, и вроде бы должно было какое-то логическое завершение. И ее, вот единственное, что было, да, вот единственный момент, с которым можно сказать, наверное, спасибо, что сначала они приостановили членство Шраевской партии, а потом их вовсе исключили из Единой России, да. И я, как бы, думаю, что уже, ну все, все, уже все готово к тому, чтобы нас от этой напасти избавить, да. Но вот буквально два дня назад, или сколько дней назад, два дня назад, а мне звонят из аппарата уполномоченных по правам человека, и говорят, что следственный комитет вынес свое решение, они не нашли состава преступления. Я говорю, и что это значит? Они говорят, ну, по всей видимости, Шраевская так и будет работать на своем, как бы, рабочем месте, и все. И то есть я, как бы, понимаю, что для людей, которые не во всем, ну, не так углублены во всю эту ситуацию, это выглядит как? Шраевская, да, обвинила некого блогера во всей этой истории, и ее, значит, не уволили. Соответственно, она права. Значит, она все правильно обвинила. Значит, человек действительно виноват в этом преступлении. То есть, понимаете, как получается, что если эта ситуация не разрешается в таком ключе, если Шраевская остается в своем должностном, вот этом на своем месте, соответственно, рабочем, то я, ну, становлюсь автоматически виноват. Значит, она была права. Значит, она меня смогла спокойно обвинить. И если ей за это еще не было, значит, она права. Вот, как бы, это так работает, это звучит у людей на улице, понимаете? Вот. Что на сегодняшний момент? На сегодняшний момент вот мне позвонили, сказали, что все, как бы, ну, чего. И я вынужден был объявить голодовку, потому что для себя лично других решений я не вижу. Я боролся за браку, старался как-то защитить честь и достоинство Саши, ее мамы, но я не могу ничего один сейчас сделать. Кто-то мне пытался помочь, все разводят руками, говорят, ну что, ничего мы не можем. Вот, мы рассказали про эту проблему, пожалуйста, как бы, на этом все. И я вынужден вот так вот к себе привлечь внимание сейчас. Я бы хотел, если бы, с Вашего позволения, воспользоваться, да, вот этой возможностью в нашем с вами интервью и, наверное, обратиться к главе Следственного комитета, да, по строительству Александра Ивановича, и просто показать, что, ну, понимаете, дело в том, что в моей невиновности, в принципе, наверное, уверены все. Но то, что сейчас происходит, это, ну, понимаете, это как-то, это даже нелогично, наверное. Ну, то есть, со слов Шараевской, преступление якобы было, но никто не понес ответственность за это. То есть, я нигде не сижу, ни в СИЗО, ничего, с меня вроде бы обвинение как будто бы сняли. Но Шараевская за свою клевету не ответила, потому что тут явный подтекст. Она пытается со мной свести счеты за то, что я пришел к ней в августе на этот злосчастный прием. Понимаете, я просто, я не стремлюсь там хайпить или что-то еще, я просто хочу защитить город. Большой город, 14 тысяч населения от таких вороватых жуликов, которые сидят, и им вообще беспринципные люди. Она сама мать, понимаете, она сама мать, у нее весь маленький ребенок. Но при всем при этом ей абсолютно все равно, кого мочить, будь то я, или 15-летняя девочка, или ее мама, которая работает воспитателем. Ей все равно, абсолютно беспринципные люди. И если есть какой-то человек, который бы мог посмотреть на эту ситуацию и как-то, возможно, пролить свет на это, я бы очень был бы благодарен. А девушке вот этой принесли какое-то извинение? Нет, конечно, нет, конечно. Я вам больше скажу, ей в начале всего этого дела, ей не извинения принесли. Ей принесли возможность за 350 тысяч дать показания против меня. Вот какая была история. С анонимного аккаунта ей на инстаграме написали, что так и так, значит, 350 тысяч, давайте мы его, значит, за его гражданскую позицию. И, соответственно, никто не разбирался, кто такое предложение ей сделал. Ну, анонимный аккаунт там, по-моему, вот мы сейчас смотрели, по-моему, аккаунт уже удален, то есть сообщение как бы было, она там вроде бы скриншотила, куда-то тоже выкладывали, показывали. Но это нормально. Мне тоже писали, когда я какую-то активность проявляю, мне там пишут периодически и в телеграме, и в инстаграме, что там, ну, как, что тебе жить надоело, там, или, может, тебе голову кирпичом разбитит. Это сейчас это присутствует, сейчас это вот наша реальность, это то, что вот мы слышим, видим. Саша постоянно там от каких-то сверстников, недоброжелателей прилетает из серии, что я никогда не поверю, что там ты под него не легла, это вот из недавних случаев такое говорили. Ну, то есть это происходит, и поскольку я вот объявил голодовку, у меня как бы две просьбы всего лишь, две просьбы, я многого не прошу, мне просто избавьте человека, вот уберите человека из должности, который на эту должность совершенно не подходит. Такой человек не может отвечать за, он не может, понимаете, по социальным вопросам, заместитель главы Хвалыцкого района по социальным вопросам. Настолько беспринципный, настолько циничный человек не может быть на этой должности. Ну и принесите, я не знаю как, каким образом, просто попросите прощения у девочки, у ее мамы. Не нужно передо мной, мне это абсолютно не нужно. Я понимаю, что это все хотя бы перед ними, они вообще не виноваты. Вы сводите счеты со мной, я вам неудобен, моя правда вам неудобна. Выясняйте отношения со мной, зачем тягивать людей, которые просто жили и просто хотели заниматься какими-то полезными делами. То есть представьте, насколько это имеет резко негативный социальный эффект. Я перехожу в Хвалыцк и говорю молодежи, давайте заниматься классными вещами, давайте восстанавливать город, давайте пойдем уберемся. Убрали центральный парк, хорошо. Пойдемте уберем танк, убрали, хорошо. Мусы, убрали. Рейды полиции, там, не знаю, алкашей каких-то прогнали. Все, чистота, отлично. Я ходил месяц в этот самый, кто у нас за свет отвечает. Починили весь центральный парк, у нас не было освещения вообще, работало два фонаря. Сейчас работают все, то есть приходите с семьей, все красиво, классно, круто. И что происходит? Моя вот эта активность, моя помощь городу, попытка, да, вот в это вылилась. И сейчас люди сидят и думают, а надо ли мне вообще что-то делать полезное для города, если по итогу меня могут, например, ни за что осудить. Могут, например, повесить вот такую вот уголовку, которую вот повесили там на Максима Макарова условно. То есть как бы люди стали задумываться, а есть ли смысл вообще что-то делать, если вот так вот получается. И я не знаю, что им ответить. Я не знаю, что им ответить. Спасибо, Максим, спасибо. Спасибо, да, ну все тогда. Все, спасибо. Спасибо, если что, звоните, пишите. Хорошо, до свидания. До свидания.